Добрый вечер! Вы перевесите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. Сегодня день знаний. Школьников, студентов и работников системы образования с праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Сегодня в 176 школах Карачаева-Черкесии впервые прозвенел звонок для почти 6000 первоклассников. Текущий год в России объявлен годом педагога и наставника, в рамках которого проходят различного рода мероприятия, направленные на совершенствование педагогической деятельности. Региональные власти делают все возможное, чтобы ребята учились в комфортных условиях, у преподавателей были необходимые инструменты, чтобы в доступной форме доносить до учеников самые сложные материалы. Техническо-материальная база была современной по российским стандартам. Дорогие ученики, стремитесь раскрыть себе все таланты, способности, будьте заинтересованными, любознательными, целеуструмленными гражданами своей республики и нашей страны, Великой России. Сегодня глава республики Рашид Тимреза вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню Знаний в Ставропольском крае. В президентском кадетском училище данное учебное заведение играет особую роль в деле защиты Родины. Здесь учатся немало ребят из Карачаева, Черкесии, в том числе и дети военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на СВО. Кадеты получат хорошее образование, будут развиваться в спорте, инженерно-технических направлениях. Самое главное, каждый из них искренне любит Родину, хочет быть полезным, а если потребуется, не задумываясь, станет на ее защиту. Рашид Тимрезов поздравил ребят. В рамках мероприятия состоялась символическая церемония передачи саженца-яблоки учащимися 11-го класса пятиклассника, а также проход личного состава торжественным маршем. Первый раз в первый класс сегодня в первой школе Станицы Зеленчукской состоялась торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Школа распахнула свои двери после проходящего в нем ремонта. Почетным гостем праздника стал заместитель министра финансов России Алексей Лавров. С раннего утра школьники и их родители собирались на праздничную линейку. Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов, учителя и их родители заполнили школьный двор. Особыми участниками линейки стали первоклассники. В этом году их 75. С началом нового учебного года школьников, педагогов и их родителей поздравил заместитель министра финансов России Алексей Лавров. Большой, дружной, сплоченной командой отправляемся в увлекательное, захватывающее путешествие в мир знаний. У вас прекрасный новый корабль, в котором есть все необходимое для того, чтобы вы достигли поставленных целей. Прекрасного вам, замечательного путешествия. С Днем Знаний! Линейка наполнена позитивной атмосферой, эмоциональными выступлениями и пожеланиями успеха в новом учебном году. От имени председателя Народного собрания и от всего депутатского корпуса школьников поздравила Наталья Власенко. Мы с вами переходим в нашу новую после капремонта школу. Вы посмотрите, какая она красивая. Поэтому вы должны в два раза лучше учиться в этой новой, красивой, оснащенной школе. Еще раз всех вас поздравляю! После торжественной линейки 800 учеников переступили порог обновленной после капитального ремонта школы. У нас особенный праздник, потому что мы входим в новую после капитального строительства школу. Мы полтора года учились по другим школам, ездили на автобусах, дети, учителя. Было не совсем просто. Сейчас мы очень рады. Сегодня праздник. Первоклашки отправились по кабинетам в сопровождении учителей и родителей под громкие аплодисменты. Их ждал первый урок и знакомство с одноклассниками. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Для почти 2000 юных жителей Черкесска звонок прозвучал сегодня в первый раз. В Центре образования номер 11 учащихся с Днем знаний поздравили председатель парламента республики Александр Иванов и архиеписков Пятигорский и черкесский Феофилакт. Почетным гостям и родителям школьников была показана праздничная музыкальная программа. Те, в свою очередь, пожелали первоклассникам уверенно пройти дорогой знаний, равняться на старших товарищей и стать примером для сверстников. А председатель правительства Карачаева Черкесии Мурат Аргунов и депутат парламента Роза Чучаева сегодня приняли участие в торжественной линейке Даусусской средней школы, в которую вошли 186 детей, 18 из которых в первый класс. Премьер-министр поздравил с началом нового учебного года, адресовав слова благодарности учителям за их каждодневный труд. Мурат Аргунов отметил, что развитие системы образования – одна из приоритетных задач, которую ставит глава Карачаева Черкесии. Сегодня на республиканском уровне проводится масштабная работа в образовательных учреждениях. Также премьер-министр, осмотрев учебное заведение, сообщил радостную вещь. Даусусская школа, которая была основана в 1966 году, будет включена в программу капитального ремонта в рамках программы модернизации системы школьного образования в Карачаево-Черкесии. Сегодня на базе гимназии Курчатовский институт номер 19 в Черкесске стартовал инновационный проект «Курчатовский класс». Об участии Карачаева-Черкесии в образовательном проекте договорились ранее глава республики Рашид Темрезов и директор института Марат Камболов. В церемонии открытия принял участие председатель Департамента образовательной деятельности Курчатовский институт Роман Гейм. В 19-й гимназии Черкеска передано оборудование для оснащения профильного кабинета физики. Проект предоставит школьникам возможность выполнять проекты и исследовательские работы с использованием высокотехнологического учебного оборудования, что позволит ориентировать выпускников на поступления в ведущие технические и естественно-научные вузы. Сегодня в Черкесске в колледже индустрии питания, туризма и сервиса прошла праздничная линейка для обучающихся первого курса. Также для всех студентов преподаватели провели традиционные классные часы, посвященные Дню Знаний и началу нового учебного года. Подробнее расскажет Мурат Жанкёзов. Солнечным и ясным выдался этот самый главный для всех студентов праздник – День Знаний. Выступившие особое внимание уделили тем ребятам, кто впервые переступил порог этого учебного заведения. В этом году контрольные цифры приема на учебу выполнены на 100%. По всем направлениям на первый курс колледжа поступили 200 абитуриентов. А недавно колледж выиграл федеральный грант в форме субсидий для повышения качества образования и подготовки конкурентоспособных специалистов. Образовательный кластер среднего профессионального образования создается для того, чтобы образовательные организации подготавливали специалистов и рабочие кадры конкретно для работодателей, конкретно чтобы они были готовы сразу приступить к работе под запросы работодателя. Наши студенты всегда востребованы на рынке труда, трудоустройство доходит и до 90% на расхват. Поварское направление и туристическая сфера услуг устраиваются на расхват наши студенты. На общем собрании в Актовом зале сообщили, что с этого года студенты колледжа получат возможность дополнительно обучиться на двухлетних курсах по программированию и получить сертификат IT-специалистов. С 1 сентября этого года наш колледж будет участвовать в федеральном проекте «Код будущего», в рамках которого студенты первых и вторых курсов пройдут обучение программированию. Для этого мы их сегодня регистрируем на обучение. В ходе обучения студенты могут получить навыки программирования и получить документы о том, что они прошли этот курс. За многолетнюю историю сформирован узнаваемый статус Карачаева-Черкесского колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Это среднеучебное заведение с интересной историей, богатыми традициями и высоким уровнем подготовки специалистов. А значит, будущее окончивших это учебное заведение весьма и весьма перспективно. Мурат Шинтьозов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременной дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-18, в горах до плюс 13, а днём 29-34 градусов тепла и местами до плюс 25. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 16-18, а днём 30-32 градусов тепла. В Карачаево-Черкесии сегодня открылся экстерриториальный избирательный участок по выборам депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Голосование началось в 8 утра. В течение четырёх дней находящиеся в нашей республике жители новых российских регионов смогут отдать свои голоса в Черкесске, Адыге-Хабле, Хабезе, Уст-Джигуте, Тиберде, в Карачаевске и в станице Зеленчукской, в посёлке Метногорском и в селе Дружба. Каждое помещение для голосования охраняется стражем и порядком и обеспечено всем необходимым для проведения выборов в соответствии с законом Российской Федерации. Участок открыт, помещение оснащено всем необходимым оборудованием, на стенде информация для избирателей, а также присутствуют наблюдатели, выдвинутые соответствующими субъектами выдвижения. Помимо голосования в помещении для голосования будут использоваться дополнительные формы голосования на придомовых территориях, а также мы планируем выезд на дом, так как уже есть у нас звонки и обращения лица, желающих голосовать вне помещения. Голосование продлится в течение четырёх дней. Накануне регионального отделения «Единой России» совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов в республике в рамках акции «Собери ребёнка в школу» передали 70 школьных рюкзаков в Луганскую Народную Республику. Они пожелали ребятам успехов в учёбе и выразили готовность продолжать оказывать необходимую помощь. Напомним, акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране. Каждый год в канун 1 сентября рюкзаки со всем необходимым для учёбы вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, а с прошлого года и детям-участников СФО. Собрали рюкзаки иранцы для ребят из Старобельского района Луганской Народной Республики. Надеюсь, наши подарки понравятся. От лица сотрудников управления я поздравляю всех школьников с началом нового учебного года. Желаю хорошего настроения и отличных оценок. Это хороший пример плодотворного взаимодействия и федеральных структур, и общественных организаций. И вообще, я думаю, что та работа, которую ведёт сейчас Карачаево-Черкесская республика под руководством руководителя региона Аршида Бориспевича Тимрезова, правительства республики, это, конечно, тот огромный вклад, который трудно переоценить. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии в рамках акции «Твори добро» посетили республиканский дом-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей в микрорайоне Московский. В мероприятии также приняли участие представители различных ведомств, министерств, общественных организаций и духовенства. Росгвардейцы поздравили педагогов и ребят с началом нового учебного года, после чего вместе с другими гостями вручили детям подарки. В свою очередь, воспитанники социального учреждения подготовили концертную программу, в ходе которой исполнили песни о родине, прочитали стихи, представили зрителям хореографические номера. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите большой праздничный концерт, посвященный Дню Знаний из Государственного Кремлевского дворца. Хороших выходных и до встречи в эфире!